Помни смерть, ад, суд и жизнь вечную Поминай часто смерть, суд Христов, вечную муку и вечную жизнь, и непременно мир со всеми своими страстями и искушениями омерзеет тебе. Не захочешь в этом миру богатеть, славиться и веселиться, о том только у тебя старание будет, чтобы Богу угодить. Блаженно умереть, на суде Христовом не посрамиться, вечных мук избежать и в Царствие Божие войти. Воистину великое и сильное событие, чтобы человеку с суетой мира сего не прельститься и быть в истинном покаянии и сокрушении сердца, что непременно нужно всякому христианину. Воистину память об этом и правильное рассуждение всякого человека и самого развращенного может подвигнуть и в страхе содержать. Одно упоминание о вечности несчастной или мучительной в трепет и ужас человека приводит, что люди к суете стремятся и грешат, то воистину от того бывает, что забывают о вечности. О, вечная мука! Даже память о тебе горька. Страшно и горестно в муку эту попасть, но страшно и горестно Бога и вечной жизни навсегда лишиться. Помни же это последнее. И вовеки не согрешишь. Избегай роскоши. Роскоши, как смертельные язвы, берегись. Она очень расслабляет христианскую душу. Чужое похищать, людей обижать. И от подаяния милостыни, что требуется от христианина, руку удерживать учит. Роскошь, как ненасытное чрево, как бездна все добро пожирает. Ей все мало и все большего хочется. Нехорош якобы у меня дом. Надо мне новый построить. Плохая у меня одежда. Надо получше купить. Стыдно мне на простой коляске выехать. Надо мне английскую карету купить. Кушанье мне это надоело. Надо лучшее варить. Я простого вина пить не могу. Надо мне дорогой водки купить. Слугам моим в таком-то платье служить мне непристойно. Надо мне их лучше одеть. И прочее. Так роскошь все пожирает и ум ослабляет. Берегись же роскоши. Естество малым довольствуется. Похоть и роскошь многого требуют. Тело своего одежду и щегольской не украшай, как некоторые. Но званию твоему соответствующее облачение должно быть на тебе. Христианское облачение есть душевное облачение. Оно должно душу украшать, а не тело. Красота души есть образ Божий, по которому созданы мы. К такой красоте стремись и заботься о ней. Как находиться в церкви? Находясь в церкви, прилежно внимать чтению и пению. Тогда в тебе родится умиление, истинная молитва, сердечное пение и благодарение. Остерегайся телесно, находясь в церкви умом, отсутствовать в ней. Телесно перед Богом стоять, а духом в мирских делах пребывать. И пусть не к тебе отнесутся слова сии. Приближаются ко мне люди сии устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. И находясь в церкви телесно, пребывай там с сердцем и духом, ибо перед Богом стоишь. Когда взираешь на иконы святых, помни, что Творец, создавший их и тебя, един, и что намерение его о них было таким же, как о тебе, то есть их и тебя спасти. Они прославлены, и тебе предстоит такая же слава. Только подражай их жизни, и спасешься. Охождение и напиршество На пиршество и банкеты ходить опасайся. Очень трудно на них быть и совесть не уязвить. Не таким в дом возвратишься, каким из дома вышел. Берегись же. Нет, лучше и спокойней, как дома своего держаться. Чего глаз не видит и ухо не слышит, то и на сердце давить не будет. Мысли добрые и богоугодные нигде так не бывают, как в уединении и молчании. Все добро, которое в доме в уединении соберешь, между людьми и растеряешь. Если надо тебе из дома выйти и к людям пойти, Будь внимательен к себе и со всяким опасением сердце свое береги. Везде Господа Бога твоего перед собой видеть должен, И страх Его святой, как свеча перед тобой, светить будет. Куда ни выйдешь и где ни будешь, везде Бог с тобой есть, И все про тебя знает, и видит дело, и слышит слово. Везде же береги себя. Всячески должен избегать пьянства. Пьянство само по себе есть грех, Ибо пьяницы Царство Божие не наследуют, по учению апостола. И Христос говорит, смотрите же за собой, Чтобы сердца ваши не отягчались объедением и пьянством. От этого многие тяжкие грехи бывают. Из-за пьянства ссоры, драки и последующие от этого кровопролитие и убийства. Происходит. От него многословие, кощунство, хуление. Оно ближнему досаждает и обижает. Оно учит лгать, льстить, чужое грабить, воровать. Чтобы было на что пьянствовать. Оно возбуждает гнев и ярость. От него люди в нечистотах, как свиньи, в грязи валяются. Словом сказать, человека скотиною, словесного бессловесным делает. Так что не только внутренние состояния, но и внешний человеческий вид часто меняется. Поэтому святой Златоуст говорит, дьявол ничто так не любит, как роскошь и пьянство. Поэтому никто так злой воли его не исполняет, как пьяница. Пьянство бывает причиной не только душевных, но и телесных временных зол. Тело расслабляет и в немощь приводит. Поэтому пишется, против вина не показывая себя храбрым. Ибо многих погубило вино. В убожество и нищету приводит. Работник склонный к пьянству не обогатиться. Славы и доброго имени лишает. К бесславию, презрению и позору приводит. Никого так люди не стыдятся, как пьяницы. Домашним, родственникам, друзьям скорбь и печаль приносит. Врагам удовольствие. Носителя любого звания ни к чему не способным делает. И в каком бы звании ни был пьяница, больше бед и напастей, чем пользы от него обществу. Святой Златоуст, изображая бедствие и пагугу пьянства, пишет. Пьянство есть добровольное беснование, откровение помышлений, беспричинный смех, болезнь достойная смеха, демон добровольный. Чтобы пьянство избежать, следует делать так. Юным не дозволять пьяного зелья пить. Потому что юные быстро привыкают, и к чему в юности научаются, то всю жизнь делать будут. Не разрешать им с пьяницами и развращенными общаться. Взрослым и достигших мужеского возраста не пить вина без нужды. Злых компаний и пиршеств сторониться. Помнить им, что от этой страсти очень трудно избавиться, и многие от нее погибают душой и телом. Пристрастившимся к пьянству, собираться силами, держаться, не поддаваться, молить и призывать всесильную Божью помощь. Помнить случающееся в пьянстве несчастье и сравнивать трезвый образ жизни с положением пьяного. Думать им же о том, что многие пьяными умирают во сне. Из этого мира в другой переходят в бесчувственном состоянии. А значит, без покаяния. О богатстве. Если богатство имеешь, берегись к нему сердцем своим привязываться. Потому что так сердцем твоим отступишь от Бога. Не можете служить Богу и мамоне. Так же берегись на прихоти и роскоши тратить Божье добро. Дано оно тебе от Бога не для тебя одного, а и для других бедных людей. Помни, что ты строитель, а не господин добра. Господня земля и исполнение ее. Будь же верным строителем Господа твоего, а не расточителем имущества Господня. И сам умеренно довольствуйся и благодари Творца всего добра. И бедных людей не забывай. Безответны будут и посрамятся на суде Христовом и те, которые, как сторожа, охраняют имущество свое, и те, которые по прихоти и в роскоши растрачивают его. Ты этого остерегайся, да не со злым рабом осужден будешь. Если нечестно нажитое имущество имеешь, раздай его бедным, и не обличит тебя оно во втором Христовом пришествии. Подражай в этом деле Закхею-мытарю, которого Христос Господь в пример всем поставил. Лучше в нищете жить, чем в богатстве неправедном. Выбери же лучшее и злом нажитое добро растрать. Если же сделаешь это, веруй Господу, что Он не оставит тебя и даст тебе необходимое для жизни твоей. Он и птиц не оставляет и питает, и о каждой заботятся твари. Никогда не оскорбляй человека. Крайне опасайся всякого человека словом или делом оскорбить, так как это тяжкий грех. Когда человека оскорбляют, то и Бога оскорбляют, который человека любит. Не может оскорбление человеческое быть без оскорблений Божьего. Кто против человека согрешит, тот и против Бога согрешит. Тяжкое это, как сам видишь. Поэтому как только оскорбишь ближнего своего, то сразу же смирись перед ним. И попроси у него со смирением прощения. И не попадешь под праведный суд Божий. Об искреннем отношении. Со всяким человеком обходись нелестно, но просто. Так как сам с собою. Каким внешне ему являешься, таким и внутри будь. И что ему говоришь, и на устах имеешь своих, то должно быть и в сердце твоем. Лесть же и коварство есть дела пагубных людей. И в сердцах их дьявол живет, который лесть и коварство учит их, чтобы прельстить нас. Берегись же, лукаво и коварно, с ближним поступать. И не оставь в сердце твоем место дьяволу, чтобы он не владел тобою и не повел тебя, как пленника. Не испытывай людских дел. Людские дела берегись испытывать, ибо такое испытание дает повод к клювете, осуждению и другим тяжким грехам. Какое тебе дело до людей? Знай и испытывай себя. Вспоминай старые грехи свои и покаянием, и сокрушением сердца, замаливая их, и не смотри, что люди делают. Смотри чаще в сердце свое, и испытывай, кроется ли в нем пагубное зло, и достаточно будешь иметь, что испытывать. Никогда же сердце нашего испытать не можем, но точно знаем, что в нем всякое зло содержится. Это полезно тебе испытывать. От этого родится смирение и страх, и старание о себе самом, и воздыхание, и молитва к Богу. А испытание и осуждение чужих грехов есть начало ко всякому беззаконию, и есть Богу и людям ненавистное любопытство. Берегись же этого. Не клевещи и не осуждай. Если увидишь или услышишь кого-то согрешающего, берегись оклеветать и осудить его. Ты о нем скажешь одному, тот другому, другой третьему, третий четвертому скажет. И так все будут знать и соблазняться, и согрешившего будут осуждать, а это нехорошо. И ты всему тому причиной будешь, что согрешение брата огласил. Клеветники подобны прокаженным, которые злым своим запахом и другим вредят. Или подобны зараженным моровой язвой, которые с места на место заразу переносят, и других губят. Берегись же ближнего своего оклеветать. Этим тяжело согрешишь, и другим причину для греха дашь. Также берегись его судить, потому что он перед своим Господом стоит и падает. Потому что и ты сам грешник. Праведнику судить и осуждать никого нельзя, а тем более грешнику грешника. И судить людей – дело только Христа. Ему небесным Отцом суд поручен. И будет судить живых и мертвых. И перед этим судом и сам ты предстанешь. Берегись же дела Христова на себя возлагать. Это очень тяжко. И подобных себе людей судить. Чтобы без этого примерского греха на суд явиться, и не быть к вечной муке праведно осужденным. Обрати же очи свои на себя самого. И оценивай, и обличай себя, и обвиняй себя перед Богом за грехи свои. Этого требует дело покаяния. Обличай и обвиняй себя перед Богом. И проси у Него милости, как мытарь, и будешь оправдан. Слушай, что Христос Господь говорит осуждающему. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазу не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему, «Дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазу бревно?» Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Видишь, что лицемеры есть ложные христиане, которые других судят и осуждают, такие самих себя и своих грехов не признают, хотя внешне и святыми кажутся. О вечном покаянии и праведной жизни Смерть незримо за нами ходит, и кончина тогда наступает, когда не ждем, и там наступает, где не ждем, и так наступает, как не ждем. Будь же в вечном покаянии, и в любое время и везде готов к уходу. Раб разумный всегда бдит и ожидает, когда его господин позовет. Бди и ожидай ты, когда позовет тебя Христос, Господь твой. Зовет же каждого через смерть. Будь же всегда в жизни своей таким, каким желаешь быть перед смертью. Живи всегда благочестиво, и со страхом, и трепетом спасения свое твори. Везде и всегда осторожно поступай и берегись, чтобы вечного спасения не лишиться, которое Христос, Господь наш, кровью и смертью своей нам приобрел. И так блаженно скончаешься. Чего требует истинное покаяние? Истинное покаяние требует того, чтобы человек от грехов и от мирской суеты отвратился, и к Богу всем сердцем обратился, внутренне бы изменился и иным, чем прежде стал. И так бы спасение себе со страхом и трепетом приобрел, и ни о чем бы так не заботился, кроме как к Богу угодить. И так спастись. Если же хочешь в истинном быть покаянии, и так спастись, измени себя и обновись, и стань другим, не таким, как раньше был, и ни о чем так не заботься, как только Богу угодить. И спастись. И так станешь новым созданием Христа. Всякий же христианин, который хочет быть истинным, а не ложным христианином, должен стать новым или обновленным человеком, или новым созданием. Не ласкай же плоти твоей, и не все делай, что она хочет, надо ее распинать со страстями и похотями, если хочешь христианином или христовым быть. Много труда и подвига требуется, чтобы человеку измениться и стать добрым деревом, которое само собой добрые плоды дает. Ни о чем же так не старайся, как о том, чтобы себя изменить, обновить и исправить. И об этом часто, и со всяким усердием молись, и обращайся к Христу Господу, чтобы сам Он тебя обновил и добрым сделал. Без Него обновление и исправление наше невозможно. А когда внутреннее обновление и добро обретешь, то и внешняя жизнь, и дела твои добрыми станут. О подражании святому житию Христову Чтобы тебе исправить себя и стать истинным христианином и Христовым, возьми для примера перед душевными очами святое житие Христова и часто на Него смотри, и примеру этому подражай. И даже если сердце твое растленное не хочет, заставляй и убеждай себя подражать прекрасным добродетелям Христовым. Смотришь в зеркало, чтобы увидеть лицо твое, нет ли на нем пороков, и, увидев пороки, убираешь их. Да будет же житие Христово непорочное зеркалом твоей души. Смотри в Него часто и познавай. Какова душа твоя? Хочет ли она того, чего Христос хочет? И делает ли она то, что Христос делал, живя на земле? И что противно жизни Христовой, видно в нем? Все это как пороки, очищая покаянием и сокрушением сердца. Христос Господь честь, славу и богатство презрел в мире этом, хотя и все мог иметь, как Господин всех. Не ищешь ли ты честь и богатство, славы в этом мире? Христос в смирении жил на земле. Не живешь ли ты в гордости и роскоши? Христос ко всем относился с любовью и милосердием. Не ненавидишь ли ты и не злословишь ли на подобных тебе? Христа упрекали, Он же никого не упрекал. Не упрекаешь ли ты человека, который тебя чем-нибудь упрекнул? И что печальнее всего, не упрекаешь ли того, который ничем тебя не попрекнул? Ты, мол, такой-то, ты лжец, кутила, вор и прочее. Христос ко всем хулителям кроток был. Ты не хулишь ли хулящих тебя? Христос никому не мстил, хотя и всех врагов Своих в мгновение ока мог погубить. Ты не мстишь ли за обиду Свою? Христос все терпел. Ты не ропщешь ли и не хулишь ли в беде и страдании, случающихся с Тобой? Так сравнивай душу свою с житием Христовым, и как лицо перед зеркалом держишь, держи душу свою перед зеркалом непорочного жития Христова, и если увидишь то, что противоречит Ему, всячески старайся это исправить и следовать за достигнутым. Когда так будешь делать, то уверяю тебя, что день за днем лучшим будешь. Невозможно же не исправиться тому, кто часто в это непорочное зеркало смотрит. Воистину надо последовать тому за Христом, кто в вечной жизни с Ним хочет быть. Надо в нынешней жизни быть сообразным Христу, кто там хочет быть сообразным Ему в славе. Не напрасно Христос сказал, ибо Я дал вам пример, чтобы вы делали то же, что Я сделал вам. И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня. Вдумывайся в эти слова прилежно, и сам узнаешь и поймешь, что надо за Христом следовать тому, кто хочет спастись, и в вечное Его Царство войти. Надо за Христом следовать с верою и любовью в жизни этой, кто за Ним хочет следовать в вечную жизнь. Или Христовым путем идти, кто за Ним хочет прийти в небесное вечное Его Царство. Другого пути нет. Заметь, что Христос говорит, овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною, и Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей. Под овцами здесь имеются в виду истинные христиане, которые святому Его учению повинуются, и живут так, как Он учил, и Ему верою, смирением, любовью и терпением служат, и так вводит Он их в жизнь вечную, которая для них наступит. Значит, не те овцы Христовы, которые речи Его или святого учения Его не слушают и Ему не следуют, а стало быть, и в вечную жизнь за Ним не придут. Страшно это, христианин, но истинно. Сам думай над этими словами Христа и поймешь, что так и есть. Возлюбленный христианин, надо тебе идти безопасным путем, если без сомнения хочешь прийти в жизнь вечную. Что же такое безопасный путь? Жить в мире этом по примеру жития Христова. Живи же так и спасешься. Нужна благодать Божия для жизни. Божья благодать – это жизнь душ наших. Без благодати Божией душа наша не может быть жива. Как тело наше душой, так душа наша Божьей благодатью живет. Молись же всегда и проси Господа, чтобы дал тебе благодать свою, и в ней бы тебя сохранил. Благодати Божией всегда просим. Поэтому чаще обращайся из глубины сердца. Сердце чисто, созижди во мне, Боже. И дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица твоего, и духа твоего, святаго, не отыми от меня. Воздашь тьми радость спасения твоего, и духом владычным утверди мя. В ком искать спасение? Спасение своего ни в чем другом не ищи, но только в одном Иисусе Христе, спасителе мира. Если действительно веришь, что Он за тебя пострадал и умер, и что Он спаситель твой, то люби Его всем сердцем твоим, слушай Его и угождай Ему, как спасителю твоему. И всю надежду спасения твоего только в нем ищи и утверждай. Обязательно должны мы добрые дела творить, как христиане, но спасение только у Христа просить и ожидать должны. В грехах не отчаивайся, но с раскаянием обращайся к милости Божьей. Какие бы грехи ни сотворил ты после крещения, если в истинном покаянии находишься, не отчаивайся, но ожидай милости Божьей. Сколько бы их ни было, и сколь велики и тяжелые они ни были, у Бога милости еще больше. Каково величие Его, такова и милость Его. Только впредь берегись грешить и по вышеописанным пунктам поступай. Если в чем провинишься, как человек, и согрешишь, не отчаивайся, но тотчас, признав свой грех, падай со смирением перед милосердными Божьими очами и проси милости мытаревым глазом, Божьей милости в будем негрешному, и простится тебе согрешение твое. Помни обеты, данные при крещении. Чтобы тебе по вышеописанным пунктам поступать, нужно помнить обеты, данные тобой на святом крещении. Если не ты сам, то преемник твой в лице твоем давал обещания, такие перед Богом. Тогда ты обещал, плюнув на сатану и гордыню Его, и служение Его, и злые дела Его, обещал, говорю, и клялся верою и правдою служить только Иисусу Христу, Господу, Искупителю твоему, со Отцом и Святым Духом. Думай, христианин, какие кому ты обещания давал. Тяжело человеку солгать, но несравненно тяжелее Богу. Бога обмануть невозможно. Если не держит христианин своих обещаний и не соблюдает их, какой же милости ждет он от Бога, которому солгал? Храни обеты свои, и сам у Бога в милости и царстве Его будешь. Кто Богу верен, того Бог в милости и защите своей держит, как своего. И это есть то, о чем пророк Богу поет. С преподобным преподобен будеши, и с мужем неповинным неповинен будеши, и со избранным избран будеши, и со строптивым развратишися. Все христиане, которые не хранят обетов своих, нарушают закон и против совести поступают. К ним относятся блудники, прелюбодеи и всякие осквернители, воры, разбойники, грабители, хитрецы, лжецы, обманщики, ильстецы, хулители на язык злые, пьяницы, упрекающие, ненавидящие, злобные в гордости и роскоши этого мира живущие, и все не боящиеся Бога, все они солгали Богу, и обетов своих не выполняют, и вне церкви святой находятся, хотя и в храмы ходят, и молятся, и тайн приобщаются, и храмы строят и украшают их, и другие признаки христианской жизни проявляют. Поэтому сильно на суде Христовом наказаны будут, и больше будут мучиться там, чем турки и идолопоклонники. Таких дел берегись, христианин, и вышеописанным беззаконникам не подражай, и не будешь осужден с ними праведным судом в огонь вечный. Огонь их не гаснет, и червь, грызущая их, не устает, но всячески старайся так жить и поступать, как Слово Божье учит, и как сказано выше. Помни обеты свои, и это будет вести тебя к христианской жизни, и удерживать от всякого зла, и творить добро. Если же заметишь, что не придерживаешься своих обетов, то покайся, и начни новую христианскую жизнь, и не во лжи перед Богом предстанешь, и не погибнешь со лжецами, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Размышляй о страданиях Христовых. Сильное и действительное побуждение к подвигу против греха и христианской святой жизни – это размышление о страданиях Христа. Об этом апостол говорит. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золота искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца. Видишь, христианин, чем ты от греха, дьявола, ада и смерти вечно избавился? Нетленным каким веществом, но чем? Драгоценной и бесценной кровью Христа, Сына Божия. Так захочешь ли самовольно грешить и Христа, единственного твоего благодетеля, грехом оскорблять? И тем еще более в бедствии это себя ввергать, от которого Христос горчайшим своим страданием тебя избавил. Это подобно тому, как если бы кто тебя от огня или от потопа, или от плена, или от смерти, или от темницы, или от иной какой беды избавил, любя и жалея тебя, а ты бы добровольно еще в это бедствие вверг себя. Так ты делаешь, когда грешишь, и через грех опять отдаешь себя дьяволу и в вечную погибель себя ввергаешь. Сладок человеку грех, но горькие и тяжелые плоды его. Вечная смерть, Ибо возмездие за грех — смерть. Так что ничем иным счастье вечного спасения досталось нам, кроме как кровью Иисуса Христа, Сына Божия. Оно драгоценнее всего мира, дороже неба и земли, и всего, что на ней, потому что вечно и наполнено всеми благами, вечными и непостижимыми, и бесценной ценой куплено. Христос — Господь славы, и Бог Своей кровью нам заслужил Его. Так неужели захочешь добровольно великое и непостижимое сокровище потерять? Спас тебя Христос, как всесильный, от смерти, и дал тебе вечное блаженство, как бесценный жемчуг. Держись же верою и храни его от врага, от дьявола, который хочет и стремиться его у тебя похитить, и своим пленникам тебя сделать. Против этого врага совершай подвиги. Размышляй же о христовых страданиях, и они всякой добродетели научат тебя. Мудрая забота о воспитании воли и внутреннего состояния. Ни о чем так не забудься, как о том, чтобы волю твою и внутреннее состояние исправить. В этом и состоит вся сила христианского благочестия. Всякая внешняя форма без внутреннего содержания – ничто. Чего внутри сердца нет, того и в самой вещи нет. Добродетель, если ее в сердце нет, не истинная добродетель. Исправляй же сердце и волю твою, и будешь добрым, и внешне дела твои добрыми будут, потому что внутреннее есть начало внешнего. Если внутри сердца зла не будет, то и внешне оно не явится. Руки не будут зла делать, ноги на зло не пойдут, язык и уста не будут зла говорить, уши не будут зла слышать, очи не будут на зло смотреть, и прочее, если воля и сердце не захотят. Так и от источника чистые ручьи текут, если сам источник чист. Так же и от сердца добрые дела произойдут, если доброе сердце будет. А без доброго сердца добрых дел не может быть. Как и от гнилого и смердящего источника может течь только гнилая и смердящая вода. Воспитай же сердце и волю твою, и будешь добрым, будешь истинным христианином, будешь новой тварью. Всяк ведь от воли и сердца либо добр, либо зол. Когда сердце и воля добры, то и человек добр. Когда сердце и воля злы, то и человек зол. Доброе сердце то, которое воле Божьей покорно и согласно. Злое сердце воле Божьей противно и не согласно. Доброе сердце вера творит. Родительница доброй воли есть вера, говорит святой Амвросий. Где же доброго сердца нет, там и веры нет. Постарайся же, христианин, внутреннее состояние свое исправить и стать добрым, и будешь истинно добр, иначе как был, так и будешь всегда зол. Что бы ты ни делал, всюду и везде видишь, вера обновляет человека, и она есть корень добрых дел. Воспитывать себя не сможешь, как следует, если не будешь познавать зла, кроющегося в сердце твоем и от него происходящее бедствие. Непознанная болезнь бывает неизлечима. Начало блаженства познать свою беду и окаянство. Кто же, познав в себе болезнь, не ищет исцеления, и кто, познав свою беду, не ищет от нее избавления. Познавай же и ты внутри тебя кроющееся зло, как смертоносный яд, и будешь стараться от него избавиться. И чем больше будешь познавать, тем усерднее будешь искать избавление. Зло, кроющееся в сердце человеческом, есть высокоумие, своеволие, зависть, гнев, сребролюбие, нечистота и всякая мерзость. От них все беззаконии, как от смердящего источника, зловонные ручьи текут. Заглядывай же часто в сердце свое, и мало-помалу будешь познавать. Болезнь, неизлечимая, смертью грозит, так и зло, без исправления остающиеся, вечной смертью грозит. От познания этого зла последует познание собственной бедности и окаянства. От познания бедности и окаянства последует страх вечности, смирение, воздыхание, желание и старание к избавлению от беды. Смиренным же дает Бог благодать, которая человека исправляет и обновляет. Так человек, познавая себя, начинает себя исправлять и к лучшему идти. Познавай же себя, и будешь себя исправлять. Что в сердце человеческом кроется, искушение и беда показывает. Искушение, как рвотное лекарство, что в желудке кроется, рвота показывает. Точно так же, что во внутренности человека имеется искушение и напасть показывает. Святое Божие Слово и другие христианские книги показывают растление нашего естества. Но в искушениях и напастьях, на практике и на деле мы это узнаем. Так тщеславие в лишении славы, сребролюбие в лишении богатства, зависть в благополучии ближнего, гнев в досаждении познается. Если же попадешь в различные искушения, христианин, это все по попущению Божьему происходит. Тебе же на большую пользу, чтобы познал, что внутри сердца твоего кроется, а познавший исправлял это. Многие утешают себя и считают добрыми, смиренными, кроткими, но в искушении обратно узнают. Не унывай же в искушениях, но еще больше Бога благодари, что Он так тебя к самопознанию приводит и хочет тебя исправить и спасти. Во всяком старании проси помощи у Бога. Всякое старание наше без благодати и помощи Божией слабо. Человек может развратиться и тем себя погубить, но исправить себя и спасти не может без Бога. Может жить себе и плоти своей удовольствия, как лодка по реке плыть, но против плоти устоять и духовно жить сам по себе не может. Как судно против быстрин и речной плыть само по себе не может. Чтобы двигалось судно, нужны или грибцы, или ветер с парусом, так и человеку в духовной жизни и деле спасения нужна помощь сверхъестественной и всемогущей силы. Надо себя самого побеждать, но разве это возможно без силы Божьей, которая все может? Без нее только великое растление естества нашего происходит. К тому же дьявол постоянно человека совращает и старается в грех вести и в свою сеть поймать. Соблазны мира окружают и всячески прельщают его. Также злой обычай и привычка еще больше к себе его привлекает. Поэтому видим, что многие начинают каяться и правильно жить, но многократно с правильного пути совращаются и развращаются. Начать же добрую, христианскую жизнь и жить по-христиански и умереть так без всемогущей помощи Бога невозможно. Искусившийся это знает. Поэтому говорит Господь, ибо без меня не можете делать ничего. Каждый час и каждую минуту нуждаемся мы в помощи Божьей. Поэтому христианин, если хочешь благочестиво жить и быть истинным христианином и спастись, постоянно молись Богу и помощи у Него проси с усердием. Бог по своему человеколюбию как повелел нам молиться и всякого добра у Него просить, так и обещал нам просимое давать, наиболее нужное для нашего спасения. Просите и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, ибо всякий просящий получает и ищущий находит и стучащему отворят. Знай, возлюбленный, что как птица без крыльев воин без оружия, так христианин без молитвы. Молись же усердно Христу Господу и отдай себя во власть Ему, и будет Он по своему человеколюбию исправлять и вести тебя к вечной жизни и блаженству. Только и сам старайся и берегись, и Он, видя твое старание, во всем будет тебе помогать. Читай часто и с усердием блаженны непорочней и прочее. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok